Областный семинар по пытаниях праца уладкования насельництва прайшел в Рогачевском районе. Его удельниками стали старшини районных советов депутатов. Захученными пропановами ознайомился Олег Синцеров. У жахаров сельской местности и не великих городов выборы места працы, звучайно, не велики значны. Сельскохозяйственные предприятия, фермерские, приватные, вот, вот, жители, лесгазы, можно еще нечто выращивать на присядебных участках, где займаться ромесницам. Правда, значных доходов оно, звучайно, не приносит до издольности потребные. Задача местовых органов улады – допомоги людям знайти свою працовную нишу. Нельзя сказать, что пытание беспрацовья ведьм уже острое. За все, где запотребованные люди с высокой квалификацией, тех же механизаторы и операторы машинного отдаяния, горш ситуация за непрофессийными кадрами. Заробки их, звучайно, невысокие, які жадания, в самом деле, напрацовать. А причаторг у многих из этой категории не вызначаются выдатной дисциплиной. Хоть назвать ситуацию безнадейной нельзя. Два года тому у Весты Серобранка открылось приводное предприятие по опрацовцу Драунины, куды запросили мясовых жихаров. Проблемы с наличием кадров нет, но есть проблема с их квалификацией. И поэтому приходится переобучать людей. Приезжает организация, которая обучает людей и выдает соответствующее удостоверение. Повышение квалификации населенияства под потребы конкретных вытворчостей – один из реальных на керунку про совладкование населения. Почас семинару депутаты кажут так само об необходимой активной потребности местовых инициатив и створении умов для эффективной работы субъекта господарения. При умове, что я пошли будусь предпринимать меры для своего развития, областная сельско-господарчая досвидная станция утказначить 100-годовый юбилей. Ягед директор и депутат областного совета Сергей Кравцов кажут, что сегодня гэтае предприятие надзейный партнер по науковому забеспечению сельско-господприемству и одаражении везки. В осудности гэта сучасная науковая установа, где проводится доследование одночасово по некольких накерунках. Это дозволяет отремливать неодоренные прибытки и постоянно забеспечивать працанными местами колеса человек. Еще одна краница доходов – экспортные поставки. Семинный материал мы экспортируем. На сегодняшний день заключены договора по картофелю с Российской Федерацией, с Казахстаном, с Таджикистаном. Потом заключены намерения договора с Грузией. У нас большой коллекционный сад. Только яблоньевых культур семечковых, больше 78 сортов одних яблонь. Большой экспортный потенциал именно саженцев у нас. Продаем такие страны, как та же самая Россия, тот же самый Казахстан, Таджикистан. Во все страны именно продаем. Молдавия пошла. Олег Синтеров, Евген Макеенко, телерадио-компания «Гомель», Рогачевский район.